Пешеходный переход на улице Ядринсово. Конфликт, произошедший здесь, уже неделю обсуждают жители Барнаула. Его участники – водитель 41-го маршрута и 15-летний подросток. Многие уже видели кадры перепалки с уличных камер. Водителя сразу же уволили. Но мужчина утверждает, что пострадавший в этом конфликте именно он. Все время на дорогу смотреть я не могу, так как я и водитель, и кондуктор. Когда я отвлекся на пассажира, повернул голову и увидел ребятиша. Увидел поздно. Уже подошли к пешеходному переходу. Так как там дорожное покрытие – гололёд, пришлось экстренно тормозить. Хотел сделать замечание. Открыл дверь, сказал ребятам. «Ребята, вы когда дорогу переходите, вы будьте добры, обращайте внимание». На что он мне начал показывать средний палец. Он меня начал посылать на всем известные три буквы. «Раз», «два», «три», «четыре». После этого я уже не выйду. Замахнулся, хотел припугнуть. В этот момент, когда я замахивал, он отошёл назад на шаг и поскользнулся. Упал на колени, тут же встал. Рука прикладывала, как там написано, что я его неоднократно ударил. Я его ни разу не заделал. Всё, что я его задел, я взял его за воротник. Оленечко потрепался, он уже себя присылал, не знаю. Сейчас водитель 41 маршрута ищет очевидцев произошедшего. Пока ему удалось найти лишь одного свидетеля, это Алина. В этот момент как раз она шла на работу. Алина, что же вы увидели? Я ехала на этом 41-м же автобусе и вышла перед этим пешеходным переходом. Как раз, когда я подошла, они остановились и начали переругиваться друг с другом. Водитель поругал подростка. Я так поняла за то, что он то ли не посмотрел на дорогу. Мальчики, подростки показывали флаки под водителю и нецензурно выражались. Что как-то спровоцировало его, что он вышел и решил их проучить. Он перебежал дорогу и этого парня в плечо толкнул. И они вместе немножко поскользнули. И тот его поднял за воротник, за капюшон. Он так немножко подергал, так что так невежливо обращаешься. Я точно не помню слова. И развернулся и пошел. Просто пошли дальше. Никого никто не бил, никто не страдал, не умался. Ну то есть драки никакой не было в итоге? Единственное то, что его подергали за капюшон. Так юношеская бравада парня и нездержанность водителя привели к неприятным последствиям. На работе я написал объяснительное, после чего я ездил в полицию. Когда я показания давал, полиция мне сказала, что потерпевшей стороной они еще не разговаривали. С обострением транспортной ситуации на дорогах в соцсетях люди стали все чаще жаловаться на водителей и перевозчиков. Однако в надзорные органы доходят единицы. За полгода пять обращений. По вопросам несоблюдения графиков движения автобусов на линии, а также отсутствия возможности безналичной оплаты за проезд. Помимо этого нам поступило еще три обращения от пассажиров общественного транспорта по вопросу курения водителями в салонах автобусов. Чаще горожане обращаются напрямую к перевозчику. В этот раз ситуация привела к увольнению водителя. А по словам пассажира-перевозчика маршрута 41, теперь вместо шести водителей ему не хватает семь. А тем временем правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.